Каждый год, 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании, Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Надо сказать, что детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века детям рассказывали сказки устно. Или же они читали примерно то же, что и их родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. А вот в 18 веке дети уже читали такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» и «Путешествие Гулливера». И только в 19 веке они смогли читать специально для них написанные произведения, а именно сказки братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсена. Который внес в свой вклад создание детской книги. В настоящее же время детская литература – это целое отдельное направление. И сегодня в этот праздник мы поговорим о книгах, которые могут ответить на многие детские вопросы. И у нас в студии гость психолог Астраханской областной детской библиотеки Татьяна Боева. Татьяна Юрьевна, доброе утро. Доброе утро. Во-первых, с праздником. И вас тоже. Спасибо. Спасибо. Есть ли какой-то, Татьяна Юрьевна, топ, топ-5 или 10 книг, которые максимально смогли бы ответить на вопросы детям, которые они сдают в своем возрасте? Ну или топ тех книг, которые нужно прочитать, читать детям в юном возрасте? Я поняла вас. Сколько угодно вообще топов сейчас издаются. Каждый пытается свой список подать. И я понимаю, почему. Потому что если вот я сотрудник областной детской библиотеки, попытаюсь выбрать те книги, которые в топ вот это должны, мне не хватит вообще даже, я не знаю, несколько вообще страниц, чтобы их вот написать эти книги и кому-то порекомендовать. Но тем не менее, конечно, можно порекомендовать, как выбрать книгу в библиотеке. И есть книги, которые отвечают практически на все вопросы, которые ребенок так или иначе задает в своей жизни родителям, другим взрослым, педагогам. И его надо научить выбирать эту книгу. Раньше издавались огромные толстые энциклопедии, которые тяжело было маленькому ребенку брать в руки. Они практически были не иллюстрированы. И их невозможно было вообще удержать в руках. Даже родителям неудобно было читать такие книги. Сегодня издатели поступают по-другому. Они создают серии книг, огромное количество книг в каждой серии, до 20, до 25. Вот даже здесь представлены, посмотрите, замечательные серии книг, которые называются «Узнай мир. Удивительные судьбы вещей». И здесь можно узнать про все. Как создавалась ложка, откуда появилась трость. Замечательные загадки и замечательные иллюстрации. Вот в этой книжечке там иллюстрации великих художников в каждой главе. И поэтому читать ее интересно, полезно и умненько. Есть книги, которые прям совсем для малышей. Например, вот здесь представлена книжечка «Где гуляет слон». Для самых таких вот почемушных вопросов, таких детских, на которые тоже дети найдут вопрос, именно читая эту книгу. Что делал слон, когда был Наполеон? Скажите, пожалуйста, я просто помню, как я в детстве выбирал книгу. Если в ней больше картины, чем текста, значит, она мне нравилась. Вот сейчас как заставить ребенка выбрать книгу? То есть как научить его это сделать, чтобы он выбрал то, что он хочет? На самом деле иллюстрации очень играют большое значение при выборе ребенком той или иной книги. Понятно, что, конечно, хорошо бы, когда книгу иллюстрируют знаменитые художники. Например, вот эту книжку, которую хочу я вам показать, Киплинг. Кстати, вопросы тоже можно здесь очень много найти, ответов на свои вопросы. Пусть они будут сказочные, да, эти ответы, но тем не менее в них столько мудрости в этих сказках, что можно не только узнать, кто такой слон, кто такой бегемот, почему у него такая шкура, но еще и о доброте, о природе. Но самое главное, сейчас я отвечу на ваш вопрос, что эту книгу проиллюстрировал знаменитый австралийский художник Роберт Инкмен, который получил международную премию имени Андерсона, которую сегодня мы и отмечаем, вот этот День международной книги. Я в детстве перемещусь. Изумительные вообще, изумительные иллюстрации. Даже просто листать, если ребенок еще не умеет читать, а ему будет читать взрослый. Интересно. Как вы считаете, есть ли книги, которые специальные для девочек, а книги какие-то специальные для мальчиков? Или в детском возрасте для всех они одинаковые? Ну, мне кажется, специально писатели не пишут для девочек и для мальчиков. Мне кажется, это вот сейчас психологи пишут там для девочек и для мальчиков, для женщин и мужчин. А детские книги, они сразу предназначены для всех. Но дети все равно выбирают. Мальчишки вот сегодня с удовольствием читают Гарри Поттера. Они очень любят детские детективы, любят ужастики стайно. А девчонки? А девчонки, конечно, любят читать про принцесс. Они тоже любят детективы, но более такие девчоночьи. Они любят читать Акимушкина. Они очень любят читать истории про природу, про животных, про птиц. И они очень любят читать еще веселые истории Галявкина. Сказки про Кофьевы любят. Такие мудрые, немножечко плаксивые, но поучительные. Поэтому, конечно, сами дети, они уже разделили эти книжки для тех, которые пользуются спросом. У девчонок и мальчишек. Я думаю, писатели их писали одновременно и для тех, и для других. А как сегодня библиотека отмечает праздник? Есть какие-то мероприятия, посвященные этому дню? Уже давно в библиотеке сложилась, мне кажется, замечательная традиция, что в этот день мы уходим из библиотеки с книжками, с игрушками, с кукольными театрами, с театром, со спектаклями теней, в учреждения, в детские дома, в детские сады. И все, что мы читаем с ребятишками, уже читаем на их территории, не на своей. Хотя мы всегда очень рады видеть детей у себя в библиотеке. А в библиотеке пройдет закрытие детской книги. Будет замечательное представление. Оно по сказкам Андерсона театрализованное и красивое. И поэтому оно будет даже дважды. Дважды оно состоится сегодня в 10 и в 12 часов. Но прийти могут все желающие. Конечно, конечно, да. Так что еще успеваете, друзья. Спасибо огромное, что были этим утром с нами. И достаточно подробно ответили на все наши вопросы. Ну а мы прервемся на короткую рекламу и продолжим совсем скоро. Оставайтесь с нами. Читайте больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...